как стулья здесь поставили для тех людей которым просто жизнь необходимо как можно больше узнать про инфографию потому что на самом деле презентации никакие показывать не буду нас формат мастер-класса не лекция скорее всего мы будем вот очень много рисовать на этом дашборде и минимум хотя бы один слушатель которому я буду обращаться какие я очень надеюсь что в процессе люди будут подтягиваться значит смотрите и инфографика сейчас я нарисую очень странную картинку а вот как раз я столкнул значит смотрите предположим есть ситуация у нас есть земля есть дерево с листочком да и есть некая животная типа собака которая делает следующее она помечает это дерево что она делает она на самом деле коммуницирует с другой собачкой которая через какое-то время пойдет понюхает это дерево и поймет кое-что про про эту собачку так общается между собой собаки то есть это в принципе называется коммуникация коммуникация присутствует в принципе в природе это природное явление разные формы жизни по-разному коммуницирует но у человека есть несколько способов общения так устроено что человек общается с помощью звуков мы мы разговариваем мы можем прикасаться друг другу и мы конечно же видим с помощью глаз и и Тактильные ощущения и... Раз, раз. Тактильные ощущения и зрительные ощущения можно сохранять. Тактильные ощущения можно сохранять с помощью ощущений прикосновения кожи или какой-то фактуре. А зрительные ощущения мы можем создавать очень много. И бывают такие ситуации, когда мы можем заменить восприятие с помощью уха и восприятие с помощью прикосновений, перевести это все в формат зрения. Каким образом это делается? То, что мы воспринимаем слухом, можно моделировать с помощью текста. Текст – это голос в нашей голове, который мы воспроизводим, глядя на некий набор символов, которые ассоциируются у нас со звуками. В иероглифах это сразу целые слова, то есть целые звуковые ряды сохраняются в форме графем. Например, тактильные ощущения мы можем передавать с помощью детально прорисованных, очень реалистично воспройдящих моделей того, как, допустим, выглядит то или иное покрытие. То есть у нас в памяти есть тактильные ощущения, и если мы видим что-то очень похожее, мы даже не прикасаясь можем в своей памяти воссоздать это тактильное ощущение. Собственно, это у нас породило явление, которое называется письменность. Тактильное ощущение получило очень странное и очень трудно выговариваемое название – скевоморфизм. То есть это, если вы помните первые айфоны, у них кнопочки выглядели так, как будто это прям реальные капельки стекла или капельки янтаря, в которые изображения залиты. Нам казалось, ну, человеку визуально казалось, что он смотрит не на плоскую поверхность, а на плоскую поверхность, на которой лежат такие полупрозрачные капли. И вот это называется скевоморфизм. Ну и все, что имеет отношение к коммуникации через глаза, называется визуальная коммуникация. Сокращенно иногда это называют визком. Если вы зайдете, например, на сайт школы, где я преподаю, Высшая школа экономики, школа дизайна, там есть прям целое направление курсов под названием визуальная коммуникация. Именно этому там и учат. И визуальные коммуникации, они в себя включают невероятно большой набор приемов, с помощью которых мы можем воздействовать на зрителей. Вот тут надо сейчас поподробнее, поэтому я перелесну эту страничку. Итак, когда мы смотрим на объекты, вообще, когда мы смотрим, у нас мозг определенным образом обрабатывает эту информацию. В принципе, это скучно, и вам не нужно об этом знать. Вы знаете, как задумываться над тем, как ты дышишь. Но, с другой стороны, если вы хотите с помощью коммуникаций визуальных доносить успешно смыслы, то вам необходимо знать некие хитрости и секреты, с помощью которых на человека можно воздействовать. Но для того, чтобы хорошо запомнить эти хитрости и секреты, нужно кое-что знать про мозг. Итак, у нас есть, собственно, голова, глаз, наш мозг. И информация поступает в глаз, попадает на сетчатку глаза. И школьная программа, вы все это знаете. Вы знаете, что изображение перевернутое, наш мозг автоматически переворачивает. И есть зона, куда эта информация в первую очередь поступает. Она вот тут находится. Называется зрительная кора. Она распознает информацию и отправляет ее в, ну, скажем так, областей, в которые информация из зрительной коры поступает. Несколько. Их очень, ну, все еще даже до конца не изучены. Но есть две основные области, которые очень многое объясняют на то, как мы реагируем на образы. И вы, наверное, встречали в литературе слово гештальт. Гештальт, насколько я знаю, если я не ошибаюсь, а я могу ошибаться, потому что я не медик и не переводчик. Это, по-моему, образ немецкого языка. Вот. И, собственно, эти образы, для того, чтобы мы их увидели, вот то, что нам попадает в глаз, это называется на научном языке стимул. А для того, чтобы стимул стал образом, он должен прожить какое-то время в нашем мозгу. Это занимает доли секунды. Есть даже такое видео, которое показывает, как нейронные сети в голове возбуждаются на те или иные ощущения, на те или иные стимулы. Это какие-то доли секунды, похожие на молнию. Вот эти активности нейронных сетей. Ну, собственно, первое, что нас интересует, хотя это происходит одновременно, но это то, что называется, что детектор. Это детектор, который объединяет в нашем сознании то, что мы видим, с тем, что мы знаем. Он находится в височной части, где-то вот тут, в нашей голове, и отвечает на вопрос, что. Говоря, допустим, о проблемах, которые могут возникнуть, если мы ударимся головой, бывают ситуации, люди перестают узнавать лица. Бывают случаи, когда люди перестают видеть, хотя когда их спрашивают, где источник света, они его точно указывают. Просто у них что, детектор не распознает ничего вообще. Хотя, допустим, другая часть мозга, которая отвечает за где. Все понимает. Но эти зоны, они никак не влияют на наши эмоции, как ни странно. Вы можете распознать, вы можете узнать, где еще, вот этот где детектор, он еще отвечает за нашу, скажем так, визуальную реконструкцию того, что мы видим. То есть мы можем увидеть пространство, потом закрыть глаза и воспроизвести это пространство с разной степенью детализации. Все зависит от способности человека вот эту информацию хранить в своем сознании. И, собственно, благодаря этому мы стали художниками. И я могу, например, нарисовать эту голову, да? Потому что я могу посмотреть на белый лист бумаги, внутренним зрением представить форму и просто как по кальке обвести ее на бумаге. Одни люди это могут в лучшей степени, другие люди это могут в худшей степени. Но, как бы, эта способность у нас заложена природой. И благодаря этой способности мы, например, в доисторические времена передавали знания друг другу, рисуя что-то. Наши предки рисовали не мы, а наши предки рисовали на скалах. И тем самым создавали информацию, которая не портилась, не искажалась, а передавалась в течение времени из поколения в поколение в неискаженном виде. Очень рекомендую фильм на ИВИ.ру, есть в бесплатном доступе. Фильм называется «Пещера забытых снов». Там очень здорово ученый и режиссер известный, и искусствоведы говорят, собственно, о тайне того, зачем вообще люди начали рисовать на стенах. Но мне кажется, это просто вопрос заключается не в том, почему люди стали рисовать на стенах. Вопрос заключается в том, что именно рисование на стенах делало определенные типы сообществ человеческих более конкурентоспособными. И поэтому люди с навыками рисования и фиксации данных на поверхностях, они, ну скажем так, оставались на плаву, давали потомство. И поэтому это качество, это навык человек сохранялся из поколения в поколение. И вот, говоря про эмоциональную составляющую, все это касается только знаний. Мы знаем, на что мы смотрим, мы знаем, где это расположено и как это сохранить в нашей памяти. Но есть очень важная вещь под названием лимбическая система. Вообще она отвечает... Она находится у основания нашего мозга, где-то там, где позвоночник, упирается в мозг. И именно она отвечает за мурашки на коже, когда нам холодно, или вот это неприятное ощущение, когда скрип металла по стеклу идет. Это все, за это отвечает наша лимбическая система. Мы еще толком не понимаем, что происходит, а нас уже трясет. Или наоборот, нас бросает жар, или мы начинаем потеть. Или она отвечает вообще за работу всех органов. И если с ней что-то не так, с органами тоже не так, и скорее всего это смерть. И в нее тоже поступает зрительная информация. Причем, что самое интересное, эта зрительная информация туда поступает одновременно с тем, как она поступает в что детектор и где детектор. И поступает она в том виде, в каком информацию получает наша зрительная кора. То есть, а зрительная кора, она еще не поняла, на что она смотрит и где это расположено. Например, вот предположим, что растет некое корявое дерево. И растет оно на фоне каких-то там живописных гор. И эти горы находятся где-то далеко. На самом деле, ваша зрительная кора в первые несколько долей секунды, когда мы смотрим на эту штуку, она понимает следующее. Она воспринимает очень простые образы. И это нужно человеку для выживания, для того, чтобы очень быстро реагировать. Собственно, наш эмоциональный окрас на то, что мы смотрим, зависело от того, распознал ли наш предок в листве ритмично расположенные пятна леопарда, например. Которые не должны находиться в зеленой листве, например. Успевал ли он распознать некрасиво растущую из дерева ветку, которая, скорее всего, сломается под его весом, если он ее схватит на лету, перепрыгивая с ветки на ветки. А как вы знаете, человек давно был животным. И существует некий набор форм примитивных, которые нам даны, условно говоря, фундаментально заложены в наше сознание, для того, чтобы мы на них реагировали. И давайте все вместе подумаем, какие это формы. Мы можем сейчас вместе попытаться составить рейтинг самых любимых форм. Круг, да? Подождите, квадрат, давайте круг. Поговорим вначале про наш друг круг. Что такое круг? Для чего он нужен был человеку изначально, для того, чтобы... Правильно. И это естественная вещь, но на самом деле первый круг, который мы видим, это не Солнце и не Луна. Это когда человек кормится, ему нужно реагировать на грудь женщины, ему нужно просто распознать круг. Первые круги в жизни, которые мы видим, это зрачки человека, которые идентифицируют и сообщают нам, что на нас смотрят, что на нас обращают внимание. Эти круги очень нам важны. Мы, ну скажем так, с теми людьми, с какими я работал, а потом впоследствии это было проверено на практике, пришли к выводу, что существует две уникальные формы продажи. Первое, сделай это голубым, второе, сделай это круглым. Потому что голубой цвет, это цвет безмятежный, цвет безоблачного неба и хорошей погоды, а круг это вот та базовая форма, которая не вызывает никаких сомнений. Причем у круга есть две как бы крайние, два крайних состояния. У него есть круг, условно говоря, идеальный круг, тот, который мы видим в природе. Круг в виде пузыря на воде, круг в виде солнца, луны, круг в виде, скажем так, ну того, что... Так же получилось, что круг естественным образом получается в природе. И круг, скажем так, деформированный, то, что мы называем овалом, эллипсом, да? И у человека есть вот два крайних состояния понимания выразительности круга. Один круг – это правильный круг, ровный, аккуратный, а другой – эллиптический. И тоже у эллипс тоже есть какой-то вот... В какой-то фазе он становится чересчур сжатым, а в какой-то фазе он приближается к кругу и становится недокругом идеальным. И вот всегда нужно, ну, попытайтесь как-нибудь взять просто, попытайтесь нарисовать свой, собственно, персональный идеальный эллипс. Не круг, не слишком узкий круг, а именно идеальный эллипс. Поймете, что на самом деле в какой-то момент у вас только один эллипс получается. Он где-то в вас заложен какой-то... Скорее всего, это будет форма какой-то гальки, наверное, которая вот морем омывается. У круга есть еще... Ну, круг, да. Он заложен на эллипс. Что еще? Линия. Слушайте, вы все правильно говорите. Ну, правильно, линия. Причем линия... Ну, да. А какая линия? Дело в том, что где мы в природе можем встретить лилию? Прямую. Горизонт, правильно. Поэтому есть понятие горизонталь и горизонтальная линия. Это не просто линия, да? Как граница между цветом или еще чем-то, да? А именно та линия, которую человек мог в природе увидеть. Я думаю, что изначально человек все-таки тусовался на берегу океана, и только там он мог увидеть... Нет? Береговое озеро, а на самом деле в ущелье. А в ущелье, в ущелье, в ущелье, в ущелье, в ущелье... В общем, это на самом деле горизонтальная линия, это метафора того, на чем мы стоим. Метафора горизонтали. И от этого мы уже, если мы пляшем, то мы всегда можем создать метафору гравитации. Метафору вертикальной линии, которая будет перпендикулярна горизонту, и которая будет у нас ассоциироваться со стволом дерева, торчащим из земли. И будет тоже какая-то своя собственная выразительная метафора. Например, наклонная линия, она у нас ассоциируется с тем, что может упасть. Оно вот наклонилось и вот-вот рухнет. И вот это состояние, мы глядя на наклон линии относительно горизонта, у нас уже есть эмоциональный отклик и некое даже прогнозирование ситуации, которая может случиться. Соответственно, тоже линия может взаимодействовать с кругом. Не нужно сильно напрягать воображение, чтобы понять, что здесь происходит. Не нужно сильно напрягать воображение, чтобы понять, какая ситуация устойчивая, а какая неустойчивая. Это сразу идет в нашу лимбическую систему, хотя всего лишь это две линии и один круг. У линии есть тоже своя собственная характеристика. Она может быть именно метафорой горизонта или метафорой вертикали. В вертикали, кстати, я думаю, что начали видеть как раз, когда начали лианы вешать или еще как-то. То есть что-то, что работает как отвес. Но есть еще метафора отсутствия этого. То есть некая свободная линия. Клякс, что-то разлитое. И тут возникает вопрос, какая это свободная линия. То есть еще одна характеристика есть у свободной линии. Она может быть, например, плавная, что вызывает у нас некое ощущение безопасности. И может быть острая. Острая, изломанная, деформированная очень сильно. То, что у нас ассоциируется с осколками, с разбитым чем-то, изломанным чем-то, чем-то острым, за что мы можем поцарапаться. И вот эта штука очень здорово работает на привлечении внимания. Хотите привлечь внимание, сделайте что-то остреньким. Есть даже такое у дизайнеров описание композиции, которое не привлекает внимания. Они говорят, не очень острая композиция. То есть это уже такой, ну, как бы литературная метафора. Но все равно она говорит о том, что острая всегда привлекает внимание. Вот такой постер бы, я думаю, мимо него пройти было бы достаточно сложно. Еще у линии есть отличительная черта, связанная вот с чем. Давайте мы опять перелеснем, а то уже места не хватает. Отличительная черта, связанная вот с чем. С тем, что когда мы рисуем, например, вот такую линию, она является, условно говоря, змеей. То есть это какая-то форма сама по себе. Как только мы линию заполняем, завершаем ее. Она может быть завершена как форма примитивная, может быть, как форма свободная. У нас появляется понятие фона и понятие плоскости. Неважно, закрашены они или не закрашены, в нашем сознании это, условно говоря, безоблачное небо, а это солнце, висящее на фоне этого безоблачного неба. И то, что находится здесь, и то, что будет всегда дальше, чем то, что находится на этой плоскости. Если это при этом тоже не будет формы. А если мы нарисуем две формы, то наш мозг автоматически будет думать, что это ближе, это дальше. Потому что они одинаковые по характеристикам, да, но при этом при всем одна больше, другая меньше. Мы очень хорошо понимаем вот эту вот игру с расстояниями. Но при этом при всем вы должны помнить одну вещь. Оказывается, вот это вот восприятие расстояния, оно не заложено в нас природой. Вернее, скажем так, оно может так же, как мускулатура, быть у кого-то сильнее, у кого-то слабее. Был эксперимент, когда пигмея, который всю жизнь жил в джунглях и ни разу не видел горизонта, вывезли в саванну и показали ему на горизонте буйволов. И он начал от буйволов вот так вот отмахиваться. Оказывается, у него на очень большом расстоянии вот это вот периферическое зрение, оно уже не работает. И просто потому, что оно не было развито. Может быть, даже из поколения в поколение это не развивалось у многих его предков. И он не смог распознать, на каком расстоянии эти объекты от него находятся. Соответственно, очень многие вещи в нас не заложены или могут быть не развиты. Потому что, например, это отличительная черта, допустим, аудитории, с которой вы работаете. То есть вы можете… Очень частая ошибка дизайнера любого, который что-то рисует или что-то пытается делать, он меряет по себе. А по себе мерить нельзя. Потому что, например, вот я, условно говоря, ну, сейчас я пытаюсь что-то вспомнить. Например, я фанат «Звездных войн». И все мои друзья, мои дизайнеры, ну, с кем я не общаюсь, они все там каких-нибудь Дарта Фейдеров себе на стол допоставят периодически. Ну, как-то так получилось, что все, кто любит инфографику, они любят «Звездные войны». Не знаю, с чем это связано. При этом, при всем, как бы, создавать мемы на основе «Звездных войн» – это, ну, можно предположить, что таких любителей такого фильма, ну, в принципе, в мире много, но это не подавляющее большинство. То же самое, допустим, и использовать паттерны из этого фильма, например, в массовой коммуникации – это совершенно неверно, это ошибочно. Но вернемся к нашим формам. Почему я вообще об этом говорю? Существует еще один лайфхак, как воздействовать на лимбическую систему и повысить привлекательность, и, скажем так, создать более высокое качество вашего продукта, который вы делаете. Ведь дело в том, что вот как раз есть вот это понятие гештальт психологии, который изучает как раз то, как человек реагирует на образы. И у человека всегда есть представление о том, у каждого человека, какой образ качественный, какой нет. Например, даже если мы нарисуем идеальный круг и нарисуем круг, который чуть-чуть недорисован, для человека вот этот образ, он все равно будет кругом, но он будет некачественным. Он будет недорисованным, а этот будет дорисованным. То же самое будет, если мы возьмем, откусим от круга кусок и скажем, что вот это уже бракованный круг на самом деле. А почему? Ничего с ним такого страшного не случилось, всего лишь немножко по-другому сделана форма, да? Но уже качество изменилось. И когда вы начинаете делать какой-то проект, вы должны, скажем так, сами для себя решить, что вы будете рисовать. Потому что, например, есть ситуации, когда нужно делать гиперреализм. Гиперреализм – это с точки зрения правильности того, как преподносятся образы, это очень правильно. Потому что людей, которые признают вашу работу некачественной или непонятной, если она сделана гиперреалистично, найти таких людей очень сложно. Особенность – это сделано по всем законам живописи и графики. А бывают ситуации, когда у вас просто нет времени на эту живопись, на эту графику, у вас нет навыков, у вас нет бюджетов, у вас нет… Да и в конце концов, у вас аудитория, например, избалована. Как это бывает, допустим, в модных гламурных журналах. Тогда идут по пути схематических изображений. И вот, допустим, когда у вас начинается проект, вы для себя должны, в первую очередь, и у вас есть потребность визуализировать смыслы, то нужно сесть на берегу с заказчиком и понять, сколько у вас времени, какие у вас бюджеты. И самое главное, вот это первый пункт – это ожидание заказчика. У каждого заказчика… Сейчас я попытаюсь все-таки еще один листочек как-то извлечь. А, стоп, подождите, я сейчас немножко увлекся и забыл сказать. Короче, есть еще один способ привлечения внимания – это создать то, чего в природе не было никогда. В природе никогда не было ровного ритма. В природе никогда не было модулей. В природе никогда не было идеальных прямоугольников. В природе никогда не было строгих математических законов. В природе всегда, даже если, допустим, в подсолнухе эти семечки расположены по Фибоначчи, они все равно там ходят туда-сюда просто потому, что природа не любит ровных ритмов. Она всегда немножко гуляет. Но когда вы делаете что-то очень ровно, например, просто ровную полоску, ровную клетку – это привлекает внимание. Это очень хороший, простой способ создать декор просто на ровном месте. Декор, который привлекает внимание. Сделайте это ритмичным. Из эффектов, которые вы можете использовать, их всего несколько. Давайте их посчитаем. Я каждый раз их пересчитываю, потому что иногда недосчитываюсь одного. Отлично, как раз. Либо недосчитываюсь одного, либо на один больше становится. Первый эффект – это… Я сейчас свой, собственно, рейтинг составлю. Значит, это ритм. Ритм, как явление, которого нет в природе. Вот, допустим, скрип металла по стеклу, его в природе нет. Когда формировался наш мозг эволюционным образом, так получилось, что ни металла, ни стекла еще толком не было, чтобы по нему можно было скрипеть. Этот звук вызывает совершенно неожиданную реакцию у разных людей. Причем, я думаю, что если начать отпрашивать людей, то выяснится, что у них у всех по-разному эти ощущения. Но речь идет о том, наша лимбическая система сигналит, что что-то очень странное происходит. Я еще не понял, что происходит, но обрати на это внимание, вдруг это опасно. Может быть, нужно посмотреть внимательно и понять, не стоишь ли ты на льду, в которой ты провалишься. И вот ритм – это как раз такая штука. Вы много раз замечали, что, допустим, полицейские там огораживают какую-то территорию именно линиями с такими ритмичными красными повторами. Второй – это цвет. Цвет как раз помогает. Тщательно подобранный цвет, есть целые книжки такие толстенные по колористике. Тщательно подобранный цвет помогает воздействовать психологически на человека. Сделайте голубое, сделайте ритмичное, сделайте круглое, и люди это купят. Но после желто-белого платья, а у кого-то черно-синего, заниматься колористикой стало бессмысленно. Стало ясно, что люди совершенно по-разному воспринимают цвета. Тем не менее, допустим, цвет всегда нужно учитывать. Например, когда я делаю инфографику, я, как правило, ее проверяю как минимум на черно-белость, подразумевая, что вдруг у меня есть фанаты, которые печатают мою инфографику, вешают на стены струйным принтером, и мне очень важно, чтобы никакая информация не пропала. А, конечно, если, допустим, речь идет о Яндекс.Картах, нужно проверять на восприятие дальтониками, воспринятие людьми, которые ошибочно воспринимают цвета, чтобы у них не было потери информации. Третье – это форма. Почему я форму ставлю на третье место? Потому что, если говорить про ритм, если говорить про цвет, это такие безошибочные штуки. Но просто они еще не настолько сильно замылили человеку взгляд, а форма, когда мы говорим о тех же самых круге, прямоугольнике. А, еще треугольник, я вам не сказал. Треугольник – это отличная штука, потому что она даже работает сильнее, чем круг. Есть такой любимый прием дилетантов инфографики – делать барчарты с помощью треугольников, которые вот так вот растут, и, соответственно, там происходит такой странный оптический эффект, из-за того, что максимальный параметр кверху убывает, восприятие контраста между максимальным и минимальным падает, потому что минимальный он получается такой ровненький, толстенький. А высокий параметр, он такой вытягивается и становится худеньким таким, и вот это вот ощущение контраста между ними падает. Но это как раз баг восприятия нашего. А почему треугольник привлекает внимание? Во-первых, у него острые углы, а во-вторых, он отличная метафора горного пика. А на него, судя по всему, тоже наши предки, на особенности рельефа местности люди ориентировались, и где-то тоже в базовой системе понятие экстремума, понятие чего-то острого, торчащего в ландшафте, нужно было просто для того, чтобы ориентироваться в пространстве. И поэтому треугольники нам наши друзья. Причем я могу сказать, что круг и треугольник лучше работают, чем прямоугольник. И свободная линия, которая, в общем-то... А прямоугольник — это, по сути дела, метафора... Вот это вот, знаете, если круг — это светило, треугольник — это вершина, то прямоугольник — это гравитация. То есть, ну, он все время пытается встать на поверхность, как бы мы этого ни хотели. Даже если он в пустоте в белом пространстве висит, он все равно пытается встать на поверхность. Четвертое — это потрясающая штука, которая работает всегда. Хотите что-то продать — сделайте это объемным. Это гораздо более трудоемко, чем работа с примитивными формами. Но если вы хотите что-то продать — сделайте это объемным. Хотите продать дом — отрендерите его так, чтобы у человека не возникло ощущение, что это иллюстрация. Хотите показать красивый корабль, бессмысленно его рисовать маслом, делайте рендер, делайте, чтобы он в перспективу уходил, и еще как-то. То есть дайте ощущение человеку вот этого странного зацикленного восприятия. О, да это дырка в листе. Нет, это плоскость. Нет, это дырка в листе. Нет, это плоскость. Он постоянно получает удовольствие того, что он решает ребус восприятия. Его мозг каждый раз стимулирует, когда он понимает, что он двумя глазами смотрит на плоскость, его все-таки не обмануть, потому что мы способны считывать объем. Хотя сейчас уже кино такое выходит, что и обмануть-то можно. Но в идеале, конечно, вот эта радость от того, что там еще, знаете, в объеме есть такая интересная штука, как попа-часы. Как правило, все объемные объекты, они достаточно трудоемко и ювелирно сделаны. То есть это то, что появилось в живописи в эпоху Возрождения. То, что когда люди открыли себе 3D-моделирование, начали делать трехмерные модели, это всегда восхищает человека уникальностью этого изображения. Поэтому объем – это наш друг. Если у меня с заказчиком идет диалог, и я понимаю, что он, допустим, прется от Пиксара, то я понимаю, что ему бессмысленно будет продавать Винни-Пуха, хит-рука, например. Потому что совершенно разные уровни ожидания у человека от конечного продукта. Объем. А, и еще у нас есть такая штука, которая, в принципе, имеет отношение к цвету, но на самом деле она больше имеет отношение к вообще формообразованию. Помните, я говорил о том, что если я нарисую на фоне круг, он будет ближе и дальше. Но на самом деле вот эта граница между цветом. Солнце у нас желтое на голубом фоне. В принципе, нас не окружает черно-белый мир, состоящий из линий. Он в таком виде существует в нашей зрительной коре, но потом все равно, когда у нас происходит распознавание что и где, все равно у нас происходит идентификация и типа поверхности, и то, насколько далеко это находится, и насколько это плоское или объемное. И то, насколько это... В общем, достаточно большой объем информации мы обрабатываем. И чем быстрее мы информацию обработали, тем меньше холестерина потратил на это дело мозг. Ну, холестерин это условно, я не наученый, я просто... Ну, меньше потрачено калорий на обработку информации. И это все поощряется эндорфином. Соответственно, контраст... Контраст это очень клевая штука. Контраст... Ну, как бы... Сейчас вот гоняясь, пытаясь стать оригинальными, многие, допустим, интерфейсы начинают как-то работать с полутонами, с полуцветами. И бывает такое, что берешь, открываешь старый Windows XP какой-нибудь, и видишь, какой же он клевый, какой же он контрастный, как же хорошо там шрифты выглядят. Просто потому, что он контрастный, и это клево. Но можно переборщить с контрастом, и он становится дискомфортным. Например, там, если вы сделаете книгу, которая набрана текстом красными буквами по зеленому фону, да, это будет контрастно, но это невозможно будет читать. И... Ну, тут еще можно список продолжать, но я, наверное, закончу. Обман. Что значит обман? Дело в том, что эта система, которая обрабатывает информацию, она несовершенна. Много раз вы, ну, вы, наверное, видели в интернете картинки, на которые глядешь, они крутятся у вас перед глазами, на которые смотришь, они крутятся у вас перед глазами, но на самом деле они неподвижны. Попробуйте как-нибудь переведите их в ЧБ, и вы поймете, что на самом деле даже в ЧБ будут у вас вертеться перед глазами. Там все работает за счет как раз нашего мозга, способности нашего мозга достраивать изображение. То есть если мы смотрим на изображение, например, надкусанное, наш мозг вначале дорисует круг, а потом будет анализировать, насколько сильно оно надкусано. А если вы расположите два объекта рядом, то наш фокус будет переключаться каждый раз, и, ну, как бы там цикл в цикле будет. Ну, я сейчас программистскими языками говорю. Но он будет несколько раз обрабатывать одну и ту же информацию, перемещаясь от объекта к объекту из-за того, что они очень близко расположены. Вначале будет целый видеть, потом будет видеть круг, который наехал на этот круг, хотя его нет, его не видно. Потом снова будет целый, потом снова наехавший круг. Потом снова... И вот вы захотите отлечься, но не сможете. Любая попытка сфокусироваться будет приводить к тому, что ваш глаз по кругу будет бегать по этим изображениям, и от этого будет обманчивое ощущение динамики. И обманывать мозг очень... Ну, как бы... Очень часто мы обманываемся. Мы обманываемся с точки зрения смысла. Мы обманываемся, когда смотрим, допустим, 99.99, мы это считаем как 90, хотя на самом деле это 100. Мы обманываемся по формам. Очень много примеров в интернете того, как мы воспринимаем черный прямоугольник на белом, а потом белый на черном, при том, что они одинакового размера, они на самом деле кажутся разного размера. И оптический иллюз... Здесь даже целый документальный сериал, по-моему, BBC его снимала, про игры сознания, что ли называется, или игры разума. Ну, в общем, там как бы главный герой, ведущий, психолог, каждый раз развенчивает вот эти способы, как отвлечь человека, как рассеять его внимание, как... Там есть отличный эксперимент с людьми, которые разговаривают, нас просят там следить за его чашками, а на самом деле в этот момент они меняют одежду на себе. То есть... Споля. А? Ну, сериал длинный, там очень много всего. И это работает. Человек, когда он раскрывает обман, он получает невероятное ощущение. Каждый раз, когда он пробирается сквозь паутину, через головоломку, через... Ну, давайте даже не обман, усложнение. И это... И это очень крутая штука, потому что нас приводит к тому, что называется сейчас в литературе гемификацией. Человека приглашают на какое-то время зависнуть над инфографикой. Сколько там осталось? Еще осталось 18 минут. Отлично, хватит. Его заставляют зависнуть над головоломкой и, допустим, поводить пальчиком. Не просто вот смотреть на лист, а попытаться... Ага, это, 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 это... И это очень круто. То есть в плане восприятия это гораздо больше достигается эффект, чем когда вы просто ставите человек перед фактом. Столько-то процентов того, столько-то процентов этого. Это плохо, это хорошо. Поверь нам, мы эксперты. Это один способ. А другой способ сказать, ага, вот посмотри на это, на все. А найди здесь, пожалуйста, воли, или там найди здесь какой-нибудь экстремум. А вот теперь мы тебе подскажем, покажем, где на самом деле экстремум. А экстремум здесь. Ты думаешь, как странно, я не угадал. Или думаешь, о, круто, я угадал. Каждый раз получаешь удовольствие. На этом, наверное, с образами все. Сейчас мы перейдем ближе непосредственно к самой инфографике, к ее... К тому, о чем нужно думать, когда вы приступаете к ее производству, скажем так. Даже если вы выступаете вот так вот с маркером у доски, вы так или иначе занимаетесь, в принципе, чем-то похожим на инфографику. Слов, в принципе, много. Но суть одна. Я почитал книжку. Я, к сожалению, не могу вспомнить, как она называется. Она какая-то из книжек про презентацию что-то. И там меня потрясло два очень важных тезиса. Любой смысл любой коммуникации – это не продажи. Это не утверждение вашего заказа, не выдача вам денег, не новые контакты, не... Это как бы... Ну, оно подразумевается, да? Но на самом деле встречается два человека. Один высказывается, и другой высказывается. То есть всегда любая коммуникация, она подразумевает в том числе и обратную связь. И эти два человека после этой встречи, они уже не такие два человека, чем те, которые встретились до этого. Ну, до того, как они шли на встречу. Каждый из них изменился. И смысл любой презентации, любой коммуникации, любой инфографики – это изменения, которые происходят с аудиторией. Да, бывает такая ситуация, когда мы рисуем инфографику, отправляем ее в журнал или публикуем в Фейсбуке, и обратная связь только в виде лайков нам возвращается или решаров. Другой вариант у нас нет. Но, допустим, на этих презентациях, допустим, если у нас остается время, мы коммуницируем и, может быть, узнаем что-то новое. В том числе и тот, кто выступал. И вот если посмотреть на типологию инфографики, то можно представить ее как бы два важных способа применения. Первый – это… Ну, давайте я с последней начну. Это статистика. Мы визуализируем статистику. Причем статистику мы визуализируем… Бывает два способа визуализировать статистику. Мы увидели в статистике что-то интересное, и мы решили этим поделиться. А другой способ визуализировать статистику – это мы ничего там не нашли, но мы предложили другим людям поискать, может быть, им это будет интересно. И это два совершенно разных способа подачи. В одном случае нам не нужно загружать людей деталями, а важно просто вызвать у них доверие. И давайте мы разделим эти два способа. Значит, это восклицательный знак. Это у нас… Мы сами нашли, а глазик – это мы предложили людям самим на это все посмотреть, и, может быть, нам же потом об этом и рассказать. И когда мы рассказываем, ну, как бы уже декларируем некие выводы, допустим, графики могут быть очень простыми. Просто в силу того, что когда вы рисуете статистику, ну, вы можете просто написать, на 50% выросло. Ну, да, в принципе, это инфографика, но это такая какая-то инфографика. Ну, не очень. А если вы показываете график и говорите, вот у нас была информация, у нас была вся эта статистика, мы ее изучили, у нас есть все эти данные, и мы поняли, на 15% выросло. То тогда нарисуйте символически, ну, точно, точно нарисуйте этот график, без изобилия каких-то там осей, без рассказа, как вы этот график строили, а просто его покажите, скажите, вот у нас эта статистика была, мы получили вывод. Любой график внутри, график, диаграмма, барчарт, аре-чарт, лайн-чарт, внутри, допустим, стори-теллинга, он вызывает больше доверия, чем когда его там нет. А другой способ, когда вы говорите, посмотрите, изучите сами, это, условно говоря, я это называю ландшафт. Когда мы берем биг дату какую-нибудь, да, статистику, за много-много лет по дням, и вываливаем это все на достаточно большое по разрешению изображение. И говорим, представьте себе, мы знаем каждый день, каждого года, на протяжении 100 лет, температуры воздуха или там солнечные дни, таким образом показать. И человек смотрит, видит, он физически воспринимает вот эту цикличность устройства мира, он видит, как эта линия карабкается вверх, например, если это про температуру говорит. Он это воспринимает, как если бы он смотрел на джунгли, или как если бы он смотрел на некий ландшафт. И вот в этом ландшафте он уже может искать что-то, он вдруг увидел всплеск, и тут же ему хочется узнать, что это такое. Поэтому просто статичные картинки делать неинтересно. Это должен быть интерактив, который при наведении на какую-то точку выдает информацию об этой точке, о времени этой точке, какую-то дополнительную статистическую информацию. И тут как бы лучше, конечно, делать не статичные картинки, либо очень большие постеры с очень хорошим, сделанной легендой, либо интерактивной визуализацией на компьютере. Ой, я просто забыл слово, которое я сегодня в дороге придумал для этого типа инфографики. Ну, словно говоря, это то, что мы называем объясняшками. Объясняшки, инструкции, то, в чем нет никакой статистики, нет никаких данных, а это умозрительные вещи. Это человек видит внутри себя, вот такую вот схему, да? А эта схема может быть на самом деле другая. Придет, допустим, Надя Андрианова, нарисует вам другую схему. Это ей так проще работать, вместо такой схемы проще. Объясняшки требуют очень богатого иллюстрирования. И вот как раз мы возвращаемся снова к нашим формам, которые вам нужны. Для чего это нужно? Ну ладно, я вот. Это инструкции, классический пример, это инструкция сборки мебели Икеи, допустим, которой вообще ни единого слова нет. Все понятно. Человечек и куда засовывать саморезы для того, чтобы собрать кровать. И вот тут как бы вы можете представить себе некое изображение в виде опять же ландшафта с солнышком, горами, там еще чем-то. И нарисовать ползунок, допустим, это схема, а это реализм. Понятное дело, что реальность, это по сути дела трехмерные очки, окулус, какие-то дополненные реальность, еще что-то, это то, что дает полный обман того, что вы смотрите на реальный объект. И никакого сомнения в том, что это 3D, или что это модель, или это человек в костюме Микки Мауса, нет. То есть это вот реальность, это реальная мышь, бегущая по вашему полу. Схема это, как раз я вот вспомнил Микки Мауса, и мне... Микки Маус это схема мыши. Никто не помнит, как он... схема мыши нарисована людьми, которые забыли, как на самом деле выглядит мышь. Но тем не менее, они хотели нам что-то передать. Два уха, нос, ну, как бы в эпоху авангарда, когда Дисней придумал Микки Мауса, можно было так сделать. Но условно говоря, реальность ландшафта, это когда вы смотрите на лес, на солнце, на горизонт, и видите вот все эти детали, а схема это будет горизонт и солнце в пропорциональной зависимости от того, как на это вы на все смотрите. И то, и другое можно продавать, и то, и другое может объяснять, и то, и другое может воздействовать на аудиторию. Причем в определенных ситуациях схема может также вызвать восхищение. Например, очень маленькая схематически нарисованная векторная пиктограммка. Она может выглядеть, как ювелирное произведение искусства только за счет соотношения этих примитивных форм друг к другу и только за счет того, что очень грамотно подобрана колористика. Вот, допустим, в компании Яндекс, в компании Гугла очень красиво делают эти пиктограммки. На них можно даже найти статью дизайнера Яндекса, которая подробно описывает, как он эти пиктограммы делает и как много труда он в это во все вкладывает. И у этого всего есть название, как ни странно. То есть вы можете с заказчиком или между собой в профессиональном кругу говорить. Например, то, что сейчас называют флэт-дизайном на самом деле, это эстетика аппликации векторного рисунка. Почему векторного? Потому что когда-то данных компьютеров не было, но стояла задача делать очень чистые картинки с чистыми цветами. И единственный способ это было вырезать из бумаги. Поэтому, собственно, стиль аппликации. для того, чтобы рисовать ровные линии, нужно было филигранно пользоваться лейкалом. Только тогда линии получались плавными, так как это хочет художник, когда он хочет произвести впечатление на зрителя чем-то необычным, потому что аккуратность в то время была чем-то необычным. Когда появился компьютер, появилась возможность создавать очень мало занимающие на компьютере изображения, при этом с очень хорошими, качественными, сделанными линиями, плавными, идеально практически. И появились векторные рисунки, то есть те, которые нарисованы математически с помощью трех-четырех точек, которые соединены, например, кривыми безе. для того, чтобы прочувствовать эту эстетику, сделайте пару раз не на компьютере, а просто аппликацию из бумаги. И вы поймете примерно, как это нужно все делать. У меня пару раз было такое, что приходили дизайнеры к нам в студию, и они делали как раз в аппликационной стилистике иллюстрации, думали, что у них получается хорошо, но при этом детализация у них скакала очень сильно. И это для того, чтобы их подружить с этим стилем, я их заставлял пару-тройку инфографик делать из бумаги. И когда они понимали, что такое вырезать ножницами ровные линии, они понимали, как должны выглядеть, допустим, прямые углы или какая должна быть минимальная детализация в этих изображениях для того, чтобы это все прочувствовать. И у вас есть возможность выбора, но при этом нужно договариваться между собой, что вы выбираете. Вы можете оказаться где-то посередине, между реальностью и схематизацией. Это тогда, когда у вас есть в принципе время и человеко-часы для того, чтобы каким-то образом обыгрывать вот эти векторные рисунки или делать их в фотошопе или делать графику. Например, скажем так, иллюстрирование с помощью карандаша и бумаги, допустим, все равно больше времени занимает, чем, например, иллюстрирование в иллюстраторе. Особенно, если у вас есть наборы штампиков каких-то, наборы клип-артов, которых сейчас в интернете очень много, но, конечно, их надо очень осознанно применять. Например, если вы ищете пиктограммы, там есть ресурсы типа Flat Icon, я очень рекомендую. Раньше был Non-Project, но он сейчас так испортился, на нем нормальное изображение найти очень сложно. А Flat Icon, у них есть наборы, где, как бы, если в иконке есть скругление, то во всех иконках будут скругления примерно одинакового радиуса. И это очень круто с точки зрения единства стиля. И, в общем, как бы, садитесь и решайте, что это у нас будет. Визуализация данных, статистические данные, или объяснялка. Будет ли это статистические данные уже с готовым выводом и со сторителлингом, или это будет для того, чтобы просто показать всю красоту и сложность больших данных, которые в вашем распоряжении. Ну, и, как бы, впечатлить зрителя тем самым. Будет ли это объясняшка схематичными изображениями, будет ли она с реалистичными. Опять же, в иллюстрировании очень много стилей. Лучше это изучать, следить за трендами новыми, потому что вы, если хотите быть, во-первых, можно на моду влиять, но для этого нужно рисовать очень много и быть, скажем так, задействованным в очень многих массовых проектах. например, есть такой художник Алексей Меринов, который рисовал все время для московского комсомольца и рисует, по-моему, до сих пор. Вот уж он-то повлиял на карикатуристов. Слушайте, я что-то запыхался, давайте вопросы. У теплицы была лекция в Mail.ru, и на их сайте есть вообще ответ на все вопросы, какими программами. На все вопросы. 72. Ответ на все вопросы. 42. На самом деле, если речь о бесплатных, за которые не стоит платить деньги, то офисные программы это LibreOffice я использую, векторная графика InScape, GUIMP для растровых изображений, для обработки фотографий и для рисования просто уже сразу растровых изображений, для ViorSky есть программа под названием Scribus, для... Все они бесплатные. Для 3D есть программа Blender, прекрасная программа, в которой даже можно писать модули на питоне самому и делать задачи нестандартного качества. Для... А? Это все для всех. Вот все, что я назвал, оно работает практически на любом устройстве. То есть, начиная с Linux, заканчивая с X. То есть, это все как бы программы... Конечно, я-то сам работаю в Adobe, потому что мне приходится участвовать в достаточно больших, сложных проектах, где передача файла от одного человека к другому достаточно часто происходит, и мне очень важна совместимость. Но, допустим, если у вас в команде такого не происходит, и вы можете на берегу договориться, мы используем только бесплатные программы. Мы используем только GIMP, только LibreOffice, только, не знаю, InScape, только Scribus, то, в общем, это может сработать. Какие-то еще программы? Для кода я использую Sublime Text, но там какая-то условная лицензия, то есть, там, в принципе, для коммерческого использования ее надо покупать. Что-то еще было? Ну, в общем, есть еще программы таких сложных визуализаций, как Gefi, есть прекрасная программа, которая, если вы тяготеете к программированию и вам не очень везет с написанием синтексиса кода, то есть прекрасная программа Notebox, я сейчас с ней очень много играюсь, и считаю, что во многом она может вообще просто тупо иллюстратор заменить, особенно, если вы делаете много повторяющихся элементов, генератив арт, случайные числа, еще что-то такое, то есть, как бы, иногда бывает ситуация, приходит заказчик, ему нужно макет, диаграмм, а у него нет данных еще, то есть, у него нет статистики, как таковой, он еще ее не получил, он ее еще только исследования ведет. Ты как раз в этой программе создаешь случайные числа и прямо в ней рисуешь макет диаграммы и вся характеристика диаграммы меняется двумя-тремя строчками, даже не строчками, там ползунками все это делается, то есть, в определенных окнах вбиваются какие-то цифры и меняются толщины линий, там проекции, связи между линиями, там или еще, там очень просто делать именно дизайн, визуализации. Нодбокс 3, Нод, от слона Ноды, она на Яве написана, работает на всех устройствах тоже и абсолютно бесплатно. «Последний вопрос. Есть ли к Алексею вопросы? Если нет, то Алексей еще у нас будет в жюри, соответственно, и поэтому, в общем, запомните то, что он сказал, если бы выделил погреб, как бы какие-то вещи. Если что, мы ее записали. Мы записали презентацию Алексея. Давайте похлопаем. Большое спасибо. Аплодисменты.